Знаю, что многие огородники после уборки урожая картофеля и томатов начинают сжигать сухую ботву. И возникают такие ситуации, что приезжаешь на дачный кооператив в деревню, и все выходные стоит кумар вот этого дыма. Невозможно дышать, приходится дышать канцерогенами и угарным газом. Зачем вот это все делать, отравлять соседей и людей, если вот эту больную ботву можно пустить на благие цели с пользой для огорода и для урожая? Например, из этой ботвы я делаю компост. Беру слой ботвы, картофеля, либо томатов и укладываю его примерно 15-20 см слоем. Затем беру скошную траву и делаю следующий слой из травы. И так все слоями, пока компостная куча не заполнится. Вот если видите, рядом именно такая компостная кучка. Не нужно бояться, что эта ботва заражена фитофторой. Какие-то признаки болячек там есть, особенно на картофеле. Я беру обычную триходерму, разбавляю с водой ее. Вот если она в жидком виде 100 мл на 10 л воды, если в сухом виде 2 чайных ложки на 10 л воды. И проливаю эту всю компостную кучу. Триходерма начинает в куче активизироваться и подъедает все эти растительные остатки. Очень быстро готовится компост. И к тому же триходерма уничтожит вот этих возбудителей фитофторы. И уже через год у вас получится рассыпчатый, отличный компост, который вы сможете использовать в огороде. И вот обратите внимание, здесь у меня новая компостная куча с ботвой, которую я вот только-только заложил из ботвы. А рядом с этой компостной кучей старая кучка. И в этой куче я высадил в прошлом году тыквы. Хотя бы мог все вот это, как дачники делают, сжечь. Но у меня получилась колоссальная польза. Получился компост, во-первых, и урожай тыкв. Вот таких 10 красивых тыквочек у меня лежат на грядке. Так давайте же будем использовать все материалы на участке, все природные органические материалы с умом. И получать здоровые, экологически чистые урожаи. А что делали наши предки с картофельной и помидорной ботвой? Я поделюсь своим опытом, а поделюсь тем, что мне запечатлелось как бы из детства. Так вот, в старину оказывается всю картофельную ботву собирали после уборки урожая и сжигали. Но это было очень интересное действие. В этой работе с удовольствием участвовали дети. Почему? Потому что залаживали сырой картофель, сверху ботву поджигали, это горело. Пока это все прогорало, получался запеченный картофель. Очень вкусный, вот такой черный, все такие просто мурзатые были все. Мы все были очень довольны, получали лакомство из этого костра. И не могли дождаться, когда наш костер прогорит, ну или палочка, доставали просто картофель из пепла. Вставали из пепла и с удовольствием кушали. Это было очень вкусно. Второе, что делали наши предки, опять же, вот эту ботву, особенно помидорную ботву, если картофельная сжигалась, то помидорная ботва закапывалась под плодовые деревья. Но не так было, все просто. Копалась яма, примерно полметра глубиной, 70 сантиметров глубиной, в зависимости от объема ботвы, бросалась ботва, лопатой рубилась, насколько возможно. После этого она засыпалась негашенной известью, засыпалась негашенной известью, которую проливали из лейки водой. Пролили водой и засыпали. Наша известь гасилась, и, соответственно, все это вредное фитофтору, там это самое, что были на ботве, это все уничтожалось. Ну и вдобавок поймите, что земли у всех было гораздо больше, чем у нас сейчас. Эта почва не перекапывалась. Перогнившая ботва была хорошим удобрением и для яблонь, и для груши, и для вишен. В общем, любые культуры хорошо воспринимали эту ботву. Вот такие способы утилизации ботвы существовали в старые времена.